Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас блюдо, которое, по-моему, никогда не было. Это перловый суп. Рецепт я вам оставлю в инфобоксе, закреплю в комментариях. Если я забуду, то пишите. На мамином канале, кстати, этот суп набрал хорошие просмотры. Очень странно. Почему? Потому что он такой непопулярный, так скажем, но все же набрал. Он очень полезный из-за перловки, именно поэтому я решила его приготовить и поесть. Приготовили мы его вчера. С колбаской идет прям вау! Удивительный момент. Сегодня утром я взвесилась и была, мягко говоря, в шоке. Оказывается, я похудела до 54 килограмм. Прикиньте. Я была 57, а стала 54. Может, из-за этого я влезла в эти платья, которые заказывала дней 15, 10-15 назад. Что я делала? Я специально похудеть не хотела. Просто каждый вечер я хожу. Стараюсь делать один большой круг. Вокруг места, где я живу. Получается, где-то 5-6 километров в день я хожу. Это, конечно, мало, но что поделать. Почему я это делаю? Мне врач сказал. Я просто не все освещаю у себя на канале. Но я раз в год хожу к эндокринологу, проверяюсь, к гинекологу, ко всем врачам. Я просто начала замечать, что я элементарно по лестнице поднимаюсь на 8 этаж. У меня такая отдышка. Я слегка, например, побегу куда-то. Все. Я уже в себя прийти не могу. Это же не дело, что будет в 50, в 60. И мне врач сказал, что обязательно нужно ходить. И маме тоже, кстати, говорил врач. Я у этого врача тоже спросила. Говорю, может быть, купить дорожку. Потому что ходить мне некогда. А так лучше в ютубчике какой-то мукбанк поставлю смотреть. И буду ходить или чей-то влог. Очень удобно. Иногда наши родственники, знакомые, например, говорят. Я говорю, а вы там ютубчик смотрите? Каких-то блогеров перечисляю. И они такие, нет, у нас времени нет. Я такая, а, ну понятно, ничего не говорю. А сама при себе думаю. А зачем иметь время, чтобы смотреть ютуб? У меня просто на фоне всегда играют где-то. Мне скучно, когда я одна что-то делаю. Даже купаюсь в ванной. Прикиньте. Ну, в общем, не суть. Для меня было бы идеальным, если бы я не ходила по улице кругами. А просто дома купить эту дорожку. Тем более у моего парня дома есть вот эта дорожка. Намек, да? Они купили. Типа все будут спортом заниматься, никто не занимается. И дорожка не нужна. В общем, врач мне сказал, что это очень плохая идея. Надо ходить именно на свежем воздухе. А если у вас есть машина, то езжайте на берег моря и ходите там. А я говорю, какая машина? О чем ты говоришь? Она говорит, ну, в таком случае ходите просто около дома, где-то на свежем воздухе. Она сказала, что это обязательный момент. То есть, если сейчас не ходить и прям сидячий образ жизни пропагандировать всю жизнь, это влечет за собой заболевание. У меня бабушка, прикиньте, ей 90 лет, она просит меня спусти меня с лестницы. В смысле, не так спусти. Мы поднимаемся на 17 этаж и оттуда спускаемся пешком. И бабушка как солдат спускается. Все почему? Потому что всю жизнь человек был загружен активной работой. Это очень хорошо, кстати. Вот я сижу, ем, потом сяду, еще где-то час-полтора буду монтировать. Правильно? Потом работа моя, основная. Да даже когда я посуду мой, я просто стою. Поэтому решил это все исправлять. Ну, как видите, я, оказывается, еще и худею. Поэтому, кто хочет похудеть, возьмите на заметку. Вечером ходите дофига, похудеете стопудово. На самом деле, я бы хотела похудеть. Но, к сожалению, когда я худею, у меня как бы пропадают щеки и нос кажется очень большим. Я вам в инстаграме показывала давненько мои старые истории из инстаграма. Все в шоке. Айка, ты сделала ринопластику, ты сделала себе нос. Нет, я просто немножко похудела. Почему-то, когда я худею, нос нифига не худеет. И он кажется просто огромным на пол лица. Только из-за этих соображений я как бы не хочу худеть. Подтянуть, конечно, хотелось бы иметь, например, не просто килограммы, а мышцы. Но так, чтобы вообще похудеть. Нет уж. Суп просто обалденный. Я когда худела, кто не знает, я похудела на 13 килограмм. В моей жизни не было никаких физических нагрузок. Я просто не ела после 4-х. И очень быстро похудела. Но лучше, конечно, худеть именно с физическими нагрузками. А лучше совмещать и то, и другое, если хотите быстро похудеть. Вкусненько поели. Прошлись. Сожгли все эти калории. Смотрю, уже девятую минуту ем. Почти все доедаю, а вопрос так и не зачитала. Я его нашла у себя в инстаграм. Девочка мне написала напрямую в личку, так скажем. Девушку зовут Мадина. Мадина, тебе огромный привет. Айка, мне 27 лет. Я живу в Ростове-на-Дону. Работаю. По национальности я азербайджанка. И мне очень обидно, что на работе при любой ссоре меня очень сильно задевают. Я работаю продавцом-консультантом. И когда я совершаю какие-то ошибки или работаю с клиентом моей коллеги, она легко может меня назвать нерусской, чуркой. И не знает, что с этим делать. Мне безумно неприятно от всей этой ситуации. Чувствую себя некомфортно. Но если пойду работать в другую сферу, там тоже меня будут так же называть. Этот расизм меня достал. Что делать в такой ситуации? Мадиночка, тебе огромный привет. Во-первых, люди, наверное, чувствуют, что они тебя задевают этим. Тебе прям обидно от этого. Поэтому люди пытаются именно наткнуть на то, что реально болит, например. Ну, вообще, по всей этой ситуации, мне кажется, просто не надо жить там, где тебе некомфортно. Где ты не чувствуешь себя в своей тарелке. Я бы сделала так. Чем жить в стране, например, да? Где тебе некомфортно. У мамы есть подруга. Она живет в России очень-очень давно. Они тоже лесгины. И она просто поменяла имя на свету. Она внешне тоже светленькая. И она, когда ее спрашивают, она говорит, я русская. И все, живет себе. Почему-то у нас считается, что прям постыдно. У нас здесь живут русские, они чувствуют себя, как азербайджанцы, например, да? Но в любом случае, я считаю, что жить надо там, где тебе комфортно. Почему, например, мы не переехали в Дагестан? С родителями. Потому что в Дагестане я бы не чувствовала себя комфортно. Там нету такой свободы воли женщине. Че хочу, то и делаю. А кому-то наоборот, ближе будет Дагестан, Чечня и так далее. То есть Неважно, где ты родился, где ты вырос, захотел ты переехать, что-то не получилось. Мне кажется, самое главное, чтобы тебе было комфортно жить в том месте, где ты живешь. Если ты чувствуешь, что тебя как-то задевают. Все очень просто. Собрала чемодан и переехала. Начала жизнь с чистого листа. Мне кажется, наоборот, это так интересно. В моей жизни однажды такое было, когда я переехала в Азербайджан. У меня было такое ощущение, что меня просто взяли из одной жизни и переселили в другую. Не знаю, какое-то стечение обстоятельств. Поэтому так как мой парень был в разных странах, путешествовал по всему миру, он тоже мне говорил о том, что например, в Европе он мне рассказывал о том, что действительно где-то в Европе, например, не очень любят мусульман. И у меня просто один такой вопрос. Зачем жить там, где нас с вами не любят? Зачем? Почему нельзя жить у себя на родине? На мой взгляд, для счастья много не надо. Что нужно для счастья? Дом, машина, работа. Это все можно найти как и в чужой стране, так и у себя дома, имея какие-то навыки, имея желания. Это знаете, на что похоже на деревне? Есть соседка, и у нее два сына. Один живет в деревне, а другой сейчас живет вместе с ней тоже в деревне, и она постоянно ему капала на мозг, что переезжай в город. Постоянно. Переезжай, давай тебя устроим. Давай продадим какой-то участок. Здесь в деревне нету будущего никакого, что тебе здесь делать. Господи, как это вкусно. сладко. Но самое главное, он не хотел. Мама постоянно говорила, что вот что мы здесь в деревне увидели, ты тоже здесь увидишь. Здесь никаких перспектив. Твои дети так же, как и ты, будут необразованными. Переезжай в город. Ля-ля-ля-ля. Он переехал. И что, поработал он пару месяцев и приехал обратно. И он говорит, лучше я буду жить в деревне, но мне никто не будет указывать. Он всегда говорит, лучше я буду жить в деревне, пасти своих овец. Никто не будет делать мне замечания, что ты опоздал, не знаю, на 7 минут на работу. То есть каждому человеку что-то свое. Я считаю, что этот парень сделал правильный выбор. Надо быть там, где тебе комфортнее и лучше. Не слушайте никого вокруг. Поэтому, Диночка, я бы сделала так. Не знаю, как у вас там ситуация. Жизнь одна. Совсем забыла сказать. Уже в конце видео говорю, это был троицкий пирог. И ближайшие, наверное, где-то 4 дня на мамином канале будет рецепт. Он обалденно просто вкусный. Как вы видите, я съела все, потому что было очень вкусно. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Всех люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok